Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом. Санкции, напомню, касаются также Ирана и Северной Кореи. Не подписывать этот документ ранее призывали несколько стран Европейского Союза, поскольку ограничения затронуты европейские компании. А вот президент Украины Петр Порошенко на встрече с Трампом просил ужесточить или продлить санкции против России. Кстати, по данным Bloomberg, Трамп подписал закон с дополнениями, поскольку считает, что он может навредить сотрудничеству США с союзниками. Санкции сегодня комментировал и госсекретарь США. Рекс Тилерсон впервые за долгое время дал пресс-конференцию. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Госсекретарь Соединенных Штатов откровенно не любит пресс-конференции. И лишь сейчас его уговорили выйти к журналистам. Как-никак есть повод. Ровно полгода в должности. Прежде чем ответит на вопросы, говорит о приоритетах. Украина и Минские соглашения среди них. Мы последовательно говорим России, цели, поставленные в Минске, должны быть достигнуты. Договоренности нужно выполнить, иначе ничего не изменится в ситуации с украинскими санкциями. Как вы знаете, мы назначили спецпредставителя по Украине, посла Курта Волкера. И он очень ясно понимает свою миссию. Посмотреть, насколько мы можем быть вовлечены, чтобы процесс пошел. Тилерсон считает, это действительно возможно. И признается, ждет перемен к лучшему. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в том, чтобы изменить ситуацию в Украине, остановить бои и двигаться к тому, чтобы огонь действительно прекратился. Поскольку в этом году мы с сожалением наблюдаем рост насилия на востоке Украины. Понятно, что всех интересовало, как повлияет на ситуацию новый закон о санкциях, принятый недавно Конгрессом. И как ограничения против Москвы и последовавшие за ним решения о высылке сотен американских дипломатов сочетаются с политикой, что Госдепартамента, что Белого дома по налаживанию отношений с Россией. Ответ госсекретаря был откровенным и удивил. Тилерсон откровенно сказал, не в восторге от новых санкций. Но поскольку Конгресс принял решение, теперь у него есть только два пути. Ждать еще большего ухудшения отношений с Москвой или попытаться их стабилизировать. И госсекретарь выбирает второе. Действия, предпринятые Конгрессом для того, чтобы ввести эти санкции, тот способ, которым это было сделано, ни президент, ни я не в восторге. Мы ясно сказали, не думаем, что это будет способствовать нашим усилиям. Но есть как есть, и мы не можем позволить этому увести нас с пути восстановления наших отношений. Впрочем, потепление в отношениях с Москвой, даже если к этому и приблизится, не произойдет ценой ухудшения отношений с Киевом или уступок по Украине. Этот месседж здесь, в Госдепе, повторяют очень часто. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.